Песа такие, а на слонах они когда ездят, некоторые без рубашек, когда на слонах ездят, и их шапки тоже белые, как штаны, и у них еще вот такие вот звездные тапки, а некоторые просто без рубашек, я говорю, что ремни у них есть. И еще там есть повелитель. Вот, Вичка, информативно. Сергей, вы как знаменитый путешественник должны легко отгадать, даже не кто они, а где они живут-то, они вот эти, у которых повелитель. В пустыне, наверное. А чахлый и пустой? Может быть и богатый. Может быть, но я хотел слышать более точный ответ, поэтому мы послушаем Нину Казачишину и, думаю, узнаем, о чем шла речь. Мужчины там, по-моему, носят платья. У них всякие танцы и вера в солнечных бал... И они, наверное, всегда каждое лето и весну празднуют праздник солнца, преклоняются к богу солнца и танцуют их танцы современные. Ну, вот эти. Лихо закручен сюжет. Маша, я все-таки вам немного помогу. На самом деле, они не язычники, вот те, кто живет там. Ну, наверное, есть там и язычники, но основная религия вовсе не язычество. Что такое, о чем речь, может быть, стала понятнее? Ну, у меня одна версия, я думаю, что это Индия и... А почему, собственно, ну, странно, а почему Индия? Ну, вот откуда такое взялось? Ну, там жарко, тепло и, наверное, солнце поклоняется. В этом смысле, да? Да. Удивительный ход мысли. Действительно, разговаривали про Индию. Вы зарабатываете 10 очков, но как можно было в этих объяснениях угадать Индию, я не понимаю. 10 только в пользу Димы и Маши. Мы продолжаем. На экране с рождением о следующем понятии Святослав Суворов и Гриша Ефремов. Это сделано из снега. Он существует, конечно. Его строй... Это когда... Вот человек вот умер на Северном полюсе, и теперь он вот как снеговик ходит. Он всегда живет в снегу, в холоде. Он не может в тепле жить в Африку, если его отвезти. Он там живет. Если в Африку отвезти, он там будет... Для него это как холод. И он там... Ему будет плохо, не по-своему там. Он подумает, ой, какая холодрее какая-то там. И он может даже... Вот в Африке он не умирает. Он растает, а потом... И это тело перелетит опять на Северный полюс, опять будет такой же снеговик. Такое ощущение, что мы продолжаем разговор об Индии и как бы о разговоре... Помните, это теория переселения душ? Вот что-то странное. А что за такие вот существа-то, Дим? Умер человек на Северном полюсе и вот стал вот... Если он живет на Севере, значит, это снежный человек. То есть вы искренне так считаете? Да. Действительно? Действительно. Дим, вам уже как бы не так мало лет. Вы должны знать, кто такой на самом деле снежный человек. Хотя наши толкователи говорили именно о снежном человеке. Что они творят? Они отгадывают все. С первой попытки непонятно, каким образом. Учет, значит, 25-0. Ну что ж, а теперь внимание на экран. На экране с рассуждением о следующем понятии Юлия Селезнева и Даша Покусаева. В старые времена этих людей было очень много. У них очень опасная работа. Потому что если эту зверюшку или кого-нибудь еще могут украсть, то его выгонят или еще что-нибудь с ним сделают. Он должен жить, где живет это животное. Да, а то, а то его выгонят. Могут украсть животного. И еще он должен уметь делать уколы, накладывать компрессор. И должен быть очень ловким и сильным. Что-то ловкие и сильные люди. Сергей. Такое ощущение, что идет речь о каких-то средневековых пастухах. Очень ловких и сильных. Ага. Ну, в общем, как бы... Даже ближе к ветеринарам, я бы сказал. Ну да, такие пастухи в сторону ветеринаров. Я понял. Вы сейчас скоро узнаете, как называются пастухи в сторону ветеринаров. Мы слушаем Инессу Чувилину. У этого человека очень тяжелая работа. Он всегда таскает сено, моет, чистит, кормит, поет. И когда он приходит домой с работы, жена на него всегда ругается, говорит ему. Ну, как ты плохо пахнешь, иди в ванную, переоденься, причешись, умойся. А я видел этот сюжет. Там он, правда, рыбу носил. Помните про стиральный порошок? Да, тоже пахло что-то не так. А, Маша, о чем речь? Ой, очень сложно, очень сложно. Такие пастухи с ветеринарным уклоном. Да, пастухи с ветеринарным уклоном, врачи, и плохо пахнет. Да, и пахнут по-разному бывает. Да, сложно, сложно. Считаю до трех, один, два. Я думаю, что дрессировщик. Дрессировщик. Нет, там было сказано, что следует, чтобы их не украли. Ну, наверное, тигры тоже могут украть, конечно. Но разговор не о дрессировщиках. И мы слушаем Сашу Шарапова и Диму Завиша. Такой человек, который... Он пасет лошадей. Да, пасет. В конюшне он. На лугу. На лугу в конюшне. Пасет. Вот. Он подковы делает лошадь. Подковы. Бубенчики делает. Ага. Смотри за своей вечеринкой. Он их причесывает. Они бубенчики делают. Какие еще бубенчики? Ты же сам говоришь бубенчики. Сам бубенчики. Я сказал, причесывает их. Ну что, теперь-то понятно, Лида. Что за пастухи с ветеринарным уклоном? Ну, я думаю, если он бубенчики, то у нас, наверное, конюх. Я не знаю, почему бубенчики. Но действительно, пастух с ветеринарным уклоном – это конюх, конечно. И счет стал 25-5. Ну, размочили, слава богу. А сейчас мы приступаем к загадалкам. Итак, загадалки. За 45 секунд нужно ответить как можно на большее количество вопросов, которые я буду задавать. Я буду читать детское определение, потребление на каждое слово. Вы это знаете, да? Давайте начнем с Сергея и Лиды. Вы готовы? Кто из вас в кадре? Кто будет подсказывать? Я думаю, что в кадре Сергей. Так, вы будете подсказывать, но все ответы я принимаю только от Сергея. Вы готовы? Да. Отлично. 45 секунд пошли. Время. Железный и круглый. Обруч. С ним мне не по пути. С ним мне по пути, наоборот. Компас. Луна, например. Диск. Все это вместе спутник. У мамы их очень много. Дети. Дом кенгуренка. Сумка. Правильно. Нужна для прически. Расческа. Каблук у манекенщицы. Шпилька. Тишина в зале. Шпилька, правильно. Был нужен крестоносцам. Крест. Для игры в баскетбол. Обруч. Из них забор на стройке. Палка. Все это вместе щит. Есть у каждого автомобиля. Колесо. Его показывают циркачи. Номер. Правильно. Внутри телевизора. Лампа. Была у доктора Айболита. Трубка. Правильно. Ну что ж, с помощью Лиды и немножко зала Сергей отгнал четыре слова. Еще осталось сорок пять двадцать пять. Ну теперь те же самые испытания для Дмитрия и Маши. Кто из вас в кадре, кто будет подсказывать? Мы решили, что как более сильная и умная половина нашей пары будет отвечать Дима, а я как по-женски тихонечко подсказываю. Хорошо, давайте попробуем. Дмитрий, вы готовы? Да. Сорок пять секунд пошли. Время. Много у нас на речке? Рыбы. Так называют сахар? Им посыпают лед. Песок. Правильно. Есть в физкультурном зале? Гимнаст. Скачет по прериям? Лошадь. Шахматная фигура? Конь. Правильно. Полезный напиток? Чай. Бывает в желудке? Сок. Правильно. Тишина в зале. Есть такая сигарета? Мальбора. Туда ракеты летают? Марс. Гостиницы напротив ВДНХ? Космос. Правильно. Их продают на рынке? Курицы. Очень нужна боксерам? Перчатка. Старинное женское имя? Груша. Груша, правильно. Она бывает прозрачная? Вода. Нужна для магнитофонов? Лента. На ней много кадров? Пленка. Ну, с помощью маши Дмитрий отгадал шесть слов, и счет стал 85-45. Ну, на самом деле, отчаиваться рано, потому что еще половина игры только мы сыграли, а все еще впереди. Вы не расстроились, я надеюсь? Нет. Хорошо. Давайте послушаем шоу. Дело в том, что вот эту песню, которую вы сейчас услышите, на наших съемках дети почему-то очень любят петь. Они поют ее сольно, а для того, чтобы все-таки песня состоялась, ее можно было услышать вам, дорогие телезрители, мы все-таки создали такой, как бы, сводный, но нами созданный хор. Итак, на экране, Даша Кашлева, Даша и Гоша Забадаевы, Диана Давидян, Настя Григорчук и Алена Стрелкова с песней «Ой, цветет Калина». Парня молодого полюбила я, парня полюбила на свою беду. Не могу открыться слов, я не найду. Не могу открыться слов, я не найду. Ну хорошо, а мы снова в студии, где продолжаем играть в игру устами младенцев. Я с удовольствием подарю книжку, которую я сочинил вместе с художником Дмитрием Скворцовым. Книжка называется «Плюшевый холм», такая вот с картинками, яркая такая замечательная книжка для взрослых. Книжка исключительно для взрослых, называется «Плюшевый холм». Я подарю ее обязательно победителям нашей сегодняшней игры. Ну а сейчас нас ждут объяснялки. Итак, объяснялки, простая игра. Нужно отгадать всего лишь одно слово, притом с двух попыток. Правильная первая пытка принесет нашим игрокам 50 очков, а вторая всего лишь 25. И теперь внимание на экран, объяснялки для Сергея и Лиды. Это часто бывает у бабушек и дедушек. Они приходят в ресторан, а деньги заплатить забывают. Вот и приходится стоять в углу и просить у мамы прощения. Она говорит, не забудь, а день прошут, когда прыгать будешь. Поэтому я одеваю всегда бодинки наоборот. Таких в армию не берут, а то они такое могут натворить. Мам свои ворота забить, или без трусов на поле выйдешь. Ему говорят, Семен, Семенович. А он говорит, а, и по голове себе гипсом стучит. Сковородку на голове носит, а ведь нужно на ней котлеты жарить. Из-за этого на дорогах аварии происходят. Это какая передача? Ай, спокойно ночи, малыши. Так, ну хорошо. Сергей Лид наверняка имеет какую-то свою версию. Правда, вот лица у них тоже, да, в ту же сторону. Такие же, да. Итак, я читаю. Если вместо парашюта вы уложили в рюкзак котлеты из сковороды, если вместо денег в ресторане вы извлекли из кошелька шнурки для ботинок, если вы способны перепутать утреннюю почту и спокойно ночи, малыши, то вы, безусловно, страдаете тем, о чем только что шла речь. Так, Сергей Лид, ваша версия. Ну, это рассеянность элементарная. В медицине называется склерозом. В медицине, да. А так, как вы сказали? Рассеянность. Рассеянность, конечно, рассеянность. Вы заработали 50 очков, и счет стал 95-85. Но, однако, те же самые испытания сейчас предстоят Диме и Маше. Внимание на экран. Они есть в каждом голоде и в деревне. Бывают специальные, бывают простые. Там собак учат по бревнам ходить и прыгать через заборы. А если кто балуется, того и могут в угол поставить. Я это больше всего люблю, потому что мы там с Сашкой встречаемся. Он как посмотрит с косички, так все к стенке прижимаются. Может, конечно, и с девчонками можно сидеть, но кто с ними сядет? Там всегда тихо, и никто не бегает и не шумит. В одной комнате на скрипках играют, а в другой комнате на барабан стучат. За это медаль вешают на шею и фотографируют на память. А сзади букву У приклеивают, чтобы все видели. И чему меня там могут научить? Я же все эти буквы знаю. О, как! Ну, хорошо. Дима и Маша размышляют, я подошу итоги. Как вы уже слышали, собаки там играют на скрипках. Девочки учатся перелезать через заборы. Некий Сашка награждает медалями тех, кто не бегает и не шумит. Может, я все и перепутал. Однако, о чем шла речь, Дима и Маша вверх с первой, может, пересимом 50 очков. Ну, мы так предполагаем, что это школа. И не зря. Действительно, разговор Шалашко еще стал 135.95. Разрыв в 40 очков сохранился. И с этим разрывом переходим к нашей заключительной, все решающей игре. Обгонялки. Итак, обгонялки. Вот тут-то и нужно нажимать на красные кнопочки. Найдите их, пожалуйста, у вас на столах. Круглые такие, красные. Внимание на экран. На экране Гоша Забадаев и Настя Забадаева. Это такое существо, которое живет в сказке. Оно очень маленького роста, бывает добрым и злым. Так, что за существо Дима и Маша знают? Я думаю, что это гном. И вы зарабатываете еще 20 очков, и сейчас стал 155.95. Внимание на экран, на экране Даша Покусаева. И это вот такая вещь, она, я ее режу мелко. Потому что, если ты нарежешь крупно, будет невкусно. И надо это все хорошенько будет вмешать. Там должна быть свекла, соленые огурцы или... Так, первыми были Сергей и Лида. Итак, что это? Винегрет. По-моему, винегрет. Конечно, конечно, винегрет. Вы начинаете догонять лидеров. Счет становится 155-115. А на экране Митя Чудаков. Там можно очень хорошо соочковать. Встать сзади и ничего не говорить, только рот открывать. А все остальные за тебя будут петь. Так, и снова Лида и Сергей были первыми. Я думаю, что это хор. Конечно, конечно, хор. Я думал, что Дима и Маша сразу должны определить, что это такое. Но и тем не менее, вы были первыми замечательно. 135-155. Разрыв сократился до 20 очков. А на экране Гуля Юлдашева. Это вводится в таких необычных местах, где есть лед. Потом там есть палуба, где мат... Так, и снова Сергей и Лида были первыми. Есть такое ощущение, что это ледокол. Как можно было такие ощущения получить, когда вы не дослушаете до конца? Это действительно ледокол. И счет сравнялся. 155-155. Вон опор пошел. А на экране Максим Синельников. Это такая штука. Она стоит на столе у меня дома. Она... У нее есть стрелочки, циферки. Так, на этот раз первыми были Дима и Маша. Так что это? Часы. Эх, да слушали бы до конца, знали бы точнее. Слушаем дальше. И... Она звенит. И она нужна для пробуждения людей. Ну вот теперь тоже нельзя ошибиться, Сергей и Лида. Наверное, все-таки будильник. Конечно, счет стал 175-155. Сергей и Лида вырвались вперед. А на экране с последней обгонялкой Оля Беленькая. Это такой крепкий напиток. Его пьют мужчины. А женщинам и детям не рекомендуется. Так, Сергей, вы понимаете всю степень ответственности? Вы знаете все крепкие напитки и готовы точно ответить на этот вопрос. Вы понимаете, что вы можете набрать все-таки 195 очков? А может быть, вы будете неправы. И тогда точно их наберут Дима и Маша. Итак, приготовились. Уже дело сделано. Барабанная дробь. Я вас слушаю. Ну, напиток, который могут пить мужчины, а дети и женщины лучше им уклониться от него, я думаю, что это кофе. Ага. Ага, я очень сожалею. Вы блестяще играли, и ваш рывок на этой игре был потрясающим. Однако, слушаем до конца. Он в бутылочках. И на этикетку всегда наклеивают звездочки. Бывают одну, две, три, даже десять. Вот и кофе у нас такой получился. Дима, Маша. Ну, если десять звездочек, то это непременно коньяк. И счет равный. 175-175. Ну, с замечательными вкусными подарками от кондитерской фабрики Родфронт, я думаю, вы как-то разберетесь. Там можно хотя бы горстями пересыпать шоколадки из ладошки в ладошку. Ну, с этими всеми, как называется, утюгами. Вы тоже как-то сможете разобраться. Мне вот книжку жалко. Книжка, я говорю, победителя. У меня осталась одна и последняя сегодня в руках. Остальное все в магазинах. Не знаю, кому дарить плюшевый холм для гостей нашей передачи. Ну, пускай как-то делят. Спасибо, всего доброго, до встречи через неделю. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ